Привет, друзья! Сегодня у нас короткое, но очень полезное видео по прошивке Marlin 2.0. В предыдущем видео я рассказал, как ее прошивать, но, к сожалению, не указал некоторые функции, достаточно важные. Спасибо подписчику Santer Moskva Отопления, который подсказал и тнул носом меня в эти настройки. Первым делом я хочу сказать, что модернизировал свой Core XY и установил Direct Extruder, из-за чего вес ICX увеличился с 200 до 400 грамм, а вес портала с 760 до 900 грамм. Для своей кинематики я поставил следующие ускорения, максимальные и рабочие 1500, 1500 и по оси XYZ тоже 1500. Джерки также снизил с 20 до 16, но, как вы помните, уменьшение джерков не особо влияет на общее время печати, а при таком незначительном уменьшении с 20 до 16 всего лишь 2%. Уменьшение ускорения с 3000 до 1500 тоже выльется в потере времени, где-то в районе 4, максимум 5%. Итого в общей сложности потеря времени составит 7%. Давайте возьмем 10-часовую печать, прибавим 7% и получим 10,7, ну, грубо говоря, еще один час. То есть вместо 10 часов вы будете печатать 11 часов. Но при этом вы снизите нагрузку на кинематику и, соответственно, качество печати при таких настройках будет значительно выше. А теперь давайте поговорим о настройках, о которых я забыл указать в прошлом видео. Есть две настройки, классические джерки и джастин девиэйшн. Я по умолчанию поставил тогда 0.13, но это неправильно. Нужно просчитывать согласно формулы. Чтобы в этом разобраться, здесь есть две ссылки, по которым вы можете спокойно перейти, именно в прошивке Marlin, и посмотреть. Давайте их откроем. Перед вами показана схематическая работа джастин девиэйшн. Это, например, угол нашей модели, и он составляет 90 градусов. Ну, допустим, калибровочный куб. При классических джерках голова хотенда должна замедлиться почти до нуля, когда доходит до края угла, после чего снова набирает ускорение. При джастин девиэйшн происходит скругление угла. То есть джастин девиэйшн создает вот такую виртуальную дугу на определенном расстоянии от угла, по которой хотенд движется, не сбрасывая скорость. А это значит, что он может достаточно на больших скоростях проходить эти углы. При классических джерках многие звак замечали на углах прыщи и наплывы. Это происходит как раз из-за того, что хотенд на большой скорости резко начинает тормозить до нуля, а пластик продолжает выдавливаться. Чтобы избавиться от этой проблемы, некоторые включают линер адванс. Но при использовании джастин девиэйшн линер адванс по сути даже не нужен. Еще раз повторим. Джастин девиэйшн это расстояние от угла до виртуальной дуги, радиус которой определяется в зависимости от размера угла вашей модели. Чтобы это понять, давайте перейдем по второй ссылке. Здесь указан угол модели где-то, допустим, 45 градусов. Соответственно, расстояние, дистанция будет больше. Если сильно занизить эту дистанцию, сделать ее очень маленькой, то хотенд на большой скорости будет пролетать. И, соответственно, будут образовываться такие же прыщи, как и при классических джерках. Потому что пластик не будет равноменно распределяться. Он будет выдавливаться больше, чем нужно. И будет возникать такой дефект. Если же эту дистанцию джастин девиэйшн увеличить, то скорость прохождения данной окружности будет значительно выше. Из-за чего могут возникнуть проблемы именно с моторами. Они будут пропускать шаги. Поэтому дистанцию джастин девиэйшн нельзя не занижать, не завышать. То есть ее нужно установить правильной. Для этого используется простая формула. D это джастин девиэйшн равен коэффициент 0,4 умножен на джерк в квадрате и деленное на ускорение. В нашем случае ускорение 1500, джерк в квадрате 16. Берем калькулятор и считаем. 16 умножить на 16 и умножить на коэффициент 0,4. И делим на ускорение. В нашем случае это 1500. Получаем 0,0682. Такие значения нам нужно указать в прошивке. Благодаря правильным значениям этого параметра, голова хотенда будет двигаться по виртуальной дуге с правильной скоростью. Не будет ни наплывов, ни пропусков шагов. И таким образом мы не потеряем во времени печати и в качестве. Поэтому такая функция мне больше нравится, чем классические джерки. А последняя функция, которую вам обязательно нужно активировать, это Define S-Curve Acceleration. Убираем наклоны. Данная функция позволяет более плавно набирать и снижать скорость. Если изобразить это схематично, то будет выглядеть именно так. При S-Curve Acceleration будет двигаться в виде дуги, плавно набирая и плавно снижая. Если отключить эту функцию, будет трапециадальное движение. Резкий набор, потом прямая линия, то есть движение, и потом резкий сброс скорости. Естественно, это не может не повлиять на качестве печати в отрицательную сторону. Поэтому S-Curve Acceleration это лучшее решение. Но чтобы вам наглядно было видно, давайте вам покажу на примере. Сейчас работает трапециадальная, стандартная функция. И обратите внимание, как вода колышется. То есть она дергается в стакане. И даже может проливаться. Потому что резкие рывки, резкие ускорения. При использовании S-Curve Acceleration вода вообще практически не двигается. Она стоит на месте. И это огромный плюс именно этой функции. Я считаю, это прекрасный пример, как работает S-Curve Acceleration. А теперь давайте сравним два варианта одновременно. Слева у нас S-Curve Acceleration. Справа стандартный трапециадальный профиль. Надеюсь, это видео вам помогло разобраться в прошивке Marlin. Если у вас возникнут еще вопросы и замечания, обязательно пишите в комментариях. За это вам огромная благодарность от меня. Потому что вы помогаете мне учиться, самообучаться и познавать 3D-печать. С вами был Макс. Подписывайтесь на канал. Под видео очень много полезных ссылок. До новых встреч. Пока, друзья.